Николай Далуда привел в пример положительный опыт тех территорий, где проведена сверка данных медиков, полиции и других ведомств, занимающихся решением проблемы наркомании. Анапа в числе городов, где сверка дала результат. Устаревшие данные актуализированы и появилась реальная картина. Врачи констатируют, число состоящих на профилактическом учете в расчете на 100 тысяч населения сократилось со 159 до 122 человек, на диспансерном учете со 167 до 125. Все показатели ниже среднекраевых. В профилактической работе в Анапе задействованы все службы социального блока. Пропаганда здорового образа жизни идет по всем фронтам. Только за первые полугодия проведено 1253 мероприятия антинаркотической направленности, которыми были охвачены свыше 80 тысяч человек. В сельских округах на первый план выходит работа по выявлению и уничтожению очагов произрастания конопли. И это ответственность руководителя территории. Сергей Павлович подчеркнул, сельские главы обязаны знать, чем живет в веренной их заботе округ. Я не верю, что имея цех по производству левого алкоголя на территории, глава не знает в центре населенного пункта. Просто не верю. Убедите меня в обратном. Если глава на месте. Да еще и населенный пункт имеем, там 3000 населения. Все про друг друга все знают. Так что, дорогие друзья, готовьтесь. Если будут представления от силовиков по поводу произрастания, а они когда задерживают агрономов, они рассказывают, где они там терли. Если это будет правдиво, в ваш адрес, что есть прилегающие к населенным пунктам поля и все-все-все, будете нести ответственность. В завершение совещания глава курорта поставил ряд задач службам. На регулярной основе ввести сверху данных, осуществить обход социальных объектов. У школ, детских садов и больниц не должны продавать алкоголь и табак.